Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 622. События дня. 1 Тимофея 4.16. Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно. Так поступай, спасёшь себя и слушающих тебя за 26 августа 2017 года. Ну как бы события какие? Дни нашего, прошедшего. То, что щебень накануне разгладил, приехал хоть как-то, трудно было ему грейдер. Ну и объявили субботник к 8.00. Ну а мы-то выше полвосьмого. И Марина эта Сергеева вышла, и Коля, и все ведра. Мы взяли 7, кажется, ведер. Где много нагрудил, пронести там, где нету. И выше человек 18 или 20 было. Примерно так. Ну и быстро мы всё это сделали. Часа полтора и краса готова. Ну а накануне привезли брус. И главное, я не видел, как брус. 6 метров было, а сейчас по 3 метра. Это вообще бруски какие-то. Всё выгадывает и по 3 метра, ну какой это брус. Ну Романа пришлось взять, потому что если по 6, то это надо ехать в Барнаул. Одно дорогое, то другое, то есть пакость. Пакость, это народ, уничтожающий сам себя. Никто их не помянет, никто за них молиться не будет. Мамона рогатая. Это всё приучили с церкви. Везде свечки купи, дай. Воды, если тебе надо больше, чтобы с погружением, то на 300 рублей дороже. Ну то есть бесовщина самая насажящая. Безумие в стране. Велосипед продают, а нету насоса, а как отдельно покупай насос. Корзинка, которая была отдельно. Инструмент отдельный, ключи. То есть как-то с колёсами продают, неудивительно. Потом колёса ещё можно размонтировать на покрышку и по отдельности. А велосипед, цена его та же остаётся. И вот везде это смотришь, до тошноты противно. Вот настолько ожадовали, работать не хочет человек. И только смотрит, нечего урвать, прожевать и вынести куда надо. И вот Земля все это делает бесплатно. Но если 4 КАМАЗа разгрузили, а КАМАЗ стоит 18 тысяч. Но эти поменьше размером были. Ну, во всяком случае, это 36. В 70 тысяч только щебёнка вошла. Это почти так. Поехали на альтернативу. Брусы везли. И продавили очень сильно на первом мостике при выезде. Там мы поехали, мы подправили. А потом я попросил Игоря. Это большой трактор СК был. 700. Поехал утоптать, чтобы камни этого утоптало. Там мы всё сняли. Показано будет. Ну, ещё тут суббота. За субботний день. Баня. Подготовились. И пошли мы с Мариной. Серафимей Гавриловной плотненькой. Какой она наказ давала. И там разговор зашёл о Псалтире Богородице. Я показал, это богохульный материал. Сожги его. Его в церкви нет. Нет этого в церкви. Её ни автор неизвестия, ни год издания, ни благословения. Ничего нет. Ну, на этом Сатана сыграл Божья Матерь. Она благодать даёт. Она проливает там благодать. Ну, и прочее такое. То есть, Божьи свойства. Псалом 50-е, 90-е. Всё это перенесли на Богородицу. Нельзя позволять человеку ничего лишнего. Признавая блаженной, на этом мы закончили. Нет. Теперь она, как у католиков, и защата была не так. У монахи пишут. Родила из Баку. То есть, в Баку. Из Бока родила. А они же уже это опасно. Да Бог устроил всё. Сравной член называет. Это для людей. Для Бога всё сотворил. Сравного Бог не творил. Эти органы половые боли человеку приносят пользу, чем другие органы. Без этого жизнь вообще прекращается. Если так тебя где-то бракует, ты в армию не попадёшь с одним глазом, то когда человек кастрирован или что-то, он вообще никуда не годен. Только там где-то прислуживать. Непотомство дать. Неблаговидные боли и прикрываем. Хотя и называются сравные члены. Сравные у людей, чтобы понимали, что-то стыдиться надо. Даже любые дикари, ну уж совсем никакие. И то прикрывает каким-то листиком. Пошёл ты нафиг. Это означает фиговый листок. Посылает туда же самое. И вот мы с ней беседовали, записали. Интересно было. Но для неё было это буквально шоковое состояние. Она считала всегда. И вдруг я ей доказываю. Да как так? Я говорю, смотри, псалом Асафа, псалом Моисея, Человека Божия, псалмы Давида. Это кто написал? Не знает. Когда? Не знает. Да монах какой-то сидел. Сидел там, он карпел над этим и дулся. Неверующий, безбожник какой-нибудь. Ну, подготавливалась к отъезду в субботу, в воскресенье, в пять утра. Сергей повезёт эту Марину в Барнаул с Колей. Мы остаёмся теперь трое. Сергей забирает двух собак, урагана оставляет со мной. Я буду прогуливать. Договорились о Никите кормить. Я не всегда могу. И вот вчера письмо пришло. Рахиль Загидулина. Добрый день, Игнатий Тихонович. Я посмотрела фильм «Остров». Понравился. А вы почему-то его не одобряете. Я где-то слышал об этом. Всё думаю, почему? Может, я в православии новичок, потому и не понимаю. Прошу вас, батюшка, объясните. Ну, как понимать? Она новичок. Она была у свидетелей Иеговы. Пришла оттуда, приняла православие. Вот я ответ даю. Большой ответ. Кому-то покажется даже очень. Открытым оком том 18. Это в моей книге. Вопрос 3277. Главный герой фильма «Остров Анатолий» изгонял бесов. Исцелял, обличал. И нашим сёстрам он очень понравился. А братьям наоборот. Что вы об этом скажете? Это мне записки поступали на кафедру, где я вёл занятия в университетах, в разных техникум, в школах, в милиции, в воинских частях, на передачах, три радиопрограммы вёл. Отвечаю. Вопрос не совсем понятен. Моё мнение о фильме и о главном герое, или о том, почему братьям не понравился и герой, а сёстрам он любезен. Фильм о человеке сугубо православном и о том, как он спасает души свои на острове, где есть храмы братьям. Во время войны он с капитаном вдвоём перевозил на баржу уголь и захватил немецкий сторожевой катер. И этому Анатолию, превыше меры испугавшемуся, они предложили убить капитана. Он дрожащей рукой выстрелил и Тихон упал за борт. Немцы заминировали баржу, она взорвалась, а села на мели. Откуда теперь эта страдаль свозит на тачке вручную уголь по сделанному длинному переходу в кочегарку, где по мере сил юродствует, исцеляет людей и кашляет, ждёт смерти. Православные консультанты, отец Космая, романах Симеон, да и вышестоящие дали благословение на запуск и обозрение этого фильма. Всё-то в нём супер православное и юродство, и главное исповедаться и причаститься, исцеление и прозорливость, и предузнание своей смерти. В чистейшем виде сегодняшнее подножное православие на бытовом кухонном уровне. Но нет в этом фильме ни словечка о страданиях Христа, об искуплении души, о жертве Иисуса, дарующей мир душе. Этот несчастный всю жизнь молится и ни на шаг не приблизился к спасению. Грешный, многогрешный, архигрешный, супергрешный. Фильм исключительно вредный и может быть показан только с комментариями, как антипод евангельской веры. Примем всё показанное за истину, что так и есть. Или так могло быть, как задумал режиссёр, что где-то на острове Залейд живёт такой же Анатолий Николай Гурьянов и воскрешает кота. И даже когда встречается он с убитым им, в кавычках, ныне уже адмиралом Тихоном Петровичем, привезшим бесноватую дочь вдову Викторию Настю, и она исцеляется от демонов, и даже ему и ей он ни слова не смог сказать о Христе. Ему бы главное причастить, и люди снова уходят в мир. И что потом будет с этим мальчиком Гришей с исцелёнными ногами, с бесноватой, которой не приняли Христа, и потом не могли они жить для Христа? Вот я это место выделяю чёрным, курсивым, красным. Матфея 12, 45. Тогда идёт и берёт с собой семь других, другом, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим родом. Кто ставил этот обольстительный фильм, кто финансировал, это всё люди, не знающие Христа и евангельской веры. Они обречены, как Юрий Воробьёвский, всю жизнь искать новости по афонам, по костницам монашеским. Юродством этот кочегар пленил весь остров и материк. Вот Галина Сарёва, она уже за эту тему выйти не может. Ей всё время надо искать массу. Ну, один раз показала, всё, нет, все фильмы теперь только вокруг этого, а о Христе вообще речи нет. Да, если бы такой поселился с нашими сёстрами, они бы взвыли и сбежали от него в ту же ночь, или даже не дожили до ночи. О, вы, вашу он пожёг бы, а одеяло и постельные принадлежности утопил бы. Артист он превосходный, когда в ролях показывают разговор с существующим собеседником, выдавая свои прозрения, якого оракул. И в конце, когда кочегар Анатолий живьём укладывается в ящик с верёвками, умирает по-настоящему. Это здорово. Сие символ православия, зажив похоронившего себя в стенах монастырских. Там и кукарекает этот проповедник, перекликается с бесами, кричащими в бесноватой. Братьям, знающим чистое благовестие, несущим чудную вещь о прощении в прелюбодейный мир, и не мог понравиться этот упрямость, не познавшая радости во Христе. А сёстры по недомыслию увидели только храм, услышали повторение Иисусовой молитвы. Им это показалось духовным. Хотя, когда им покажешь суть всей этой эпопеи, они тут же опомнятся и встанут на евангельский путь. Петра Мамонова Анатолия могут запросто канонизировать. Верёвки в ящике замироточат, лопата закровоточит, шлак разойдётся по паломникам, как сухарики Серафимова. Лука 9, 55. Опять же, так же самое выделяю. Жирным, курсивом и цветным. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Ефесянам 4, 22, 25. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в вольстительных похотях. А обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы – члены друг друга. Каково было всем перестать наступать, если войско ещё в силе, много оружия, но приказ есть приказ и печать на уста, и понятно, кому стало хуже. Враг окрепом наглел и внезапно насел, мусульманство родил, сонмы ересей чудных, чуждых. Эх, монах ты, монах, свой удел проглядел, вместо рек благовестия лишь лужи. Разбрелись по пустыням, роддомы закрыв, созерцали пупки, зарываясь под дюны. Объявили, что грешным не надо б накрыл, научились, как лучше на проповедь плюнуть. День склонился к закату, остывший очаг, испомилуй, прости, нескончаемый щётки. Углубились в анафемы, злобно молчат, только мы у Христа отрифмовано чётко. Время всем и всему подбивает итог. Не пора ли засесть за подсчёты? Всё упущено, что очень, просто бы смог не считаться под старость негчёмным. На монашести вин, словно блох на собаке, как защистку вели в Византии. И повымерли все под метлу без остатка, дали волю зверю и скотине. На работке апостолов первых столетий всё пустыли в расход на распыл. И к традициям правила лепят и лепят, стал им Библией голос немил и постыл. Наступательной тактики нет и в помине, а рождение свыше нигде не словечко. Семя словом ушло и остались амине, и проломы в стене залатать стало нечем. «Распечатайте Божий колодец воды и нарежьте побольше заранее розок. Здесь зачатие будет и сбытие беды. Суд уже при дверях беспощадный и строгий». 24 ноября 2006 года. Открытым оком том 19. Вопрос 3320. Что более всего нравится людям в фильме «Остров»? Просто захлёбываются, рассказывая о нём ответ. То, что культивировали тысячу лет в России, вдруг талантливо, точно показано на экране. Прозорливость. Пожалуйста, сколько угодно, хоть тачками вози. Юродцы, вот оно, с колокольню, на которую возлёг Мамонов. Нужны исцеления от бесов в брошенной костыле, о чём мечтает вся Россия. И этого больше, чем на барже угля. Постоянное повторение Иисусовой молитвы, сокрушение грехи до смертной доски, умирание от тоски и сжение в груди от сознания 30 лет назад сотворённого греха – это с верой наплывает на весь экран. Да как же не любить фильм такой? Но пройдёт эйфория, и начнут кое у кого протирать все очки. А кто-то и будет мази, обещанный Христом для верных. Да будет. Чтобы увидели срамоту свою, отображённую в фильме. О Христе в фильме нет речи. Главное – исповедать и причастить. Исповедать и причастить. На экране воплотили новую веру, изобретённую монахами, быть зрителями на стадионе, ахать, сострадать, самоуглублять со своей неверии. И не смотреть Евангелие, чтобы исполнить слова Христа. Жизнь в православии сегодняшним точно показана на экране, и этим приведённый в восторг слепцы. Они потом поймут, что Лунген увековечил их позор, отступление от Библии, от Христа. От этого фильма уже никогда не откреститься, что не так в православии. Они сглотнули за чистую правду всё. Её родством и глупостью заполнили Русь. В Воронеже епархия взяла на день в аренду большой кинотеатр в городе, где священники и семинаристы просматривали остров. В храме было объявлено об этом. Подобные сеансы были в других епархиях и в Троице Сергиевой Лавре. Действие фильма происходит в 70-е годы. Понятно, что подобного лицедея, как Мамонов, на пушечный выстрел не допустили бы тогда до монастыря, чтобы к нему ехали бабки, а он играл с бесами. Но и перенести на наше время тоже невозможно было, потому что героем фильма было бы уже по 90 лет. Патриарх тоже посмотрел фильм, он ему понравился. Потом он встретился с Павлом Семёновичем Лунгиным, режиссёр, Петром Мамоновым, Анатолием Еродиевым, монахом Кочегаром, актёром Виктором Сухоруковым, настоятельным филаретом, Дмитрием Соболевым, и армонахом Косьмой, и сказал, что правильно показали о монашестве, о смирении, особенно про юродца, и что справились все с этим очень хорошо, просто замечательно. И наградил Творцову острова патриаршами грамотами. Сценарий фильма написал выпускник ГИКа Дмитрий Соболев. Павел Лунгиный, видя ажиотаж вокруг фильма, говорит, что ничего сверхумного или интеллектуального в фильме нет. Зная температуру в церквах, он сразу выпустил остров в 200 копиях, в 200 копиях, и не ошиблись. А они там выставили. Считает, что суть ли, чуть ли не половина диалогов, заимствованные жития Феофила Киевского. Дьякон Андрей Кураев считает, что этот фильм об истинном православии, где показано правильное понимание святости. Даже намека нет на то, что Анатолий слышал хотя бы один раз в жизни о любви Христовой, прощающей и милующей. Он так и ложится в гроб с тяжестью о совершенном им грехе. Это же гимн неверия насажденному, насаждаемого в православии. Фильм «Остров поможет вере». Кавычки. Мы решили узнать мнение московской патриархии, и вот какой ответ получили. Фильм прекрасен. Он очень поможет православной миссии, как в России, так и на Западе. Картина убедительным и ясным языком говорит о вере, и это прекрасно. Впрочем, нужно помнить, что сегодня многие из тех, кто называет себя старцами, приносят людям больше вреда, чем пользы. Духовный дар – особая харизма. Должны проверяться церковью. Об этом хочется напомнить зрителю, чтобы, не дай бог, они не бросились искать старца, забыла о Христе. Аргументы и фактор. Номер 50.06.2006 год. Страница 29. На поверку все оказалось намного страшнее. Представим, что какого-либо представительного начальника, когда он был не в своем уме, полз на карачках, юродствовал, разговаривал с телеграфным столбом, делал непристойности, оскорблял прохожих, заснять на пленку, озвучить, снабдить титрами, а потом ему все это показали бы, то разве он выдал бы награду за такую экранизацию? В кавычках. И не стыдился ли бы сам себя? В этом состоянии он нарушал государственный закон, блюстителем коего счиститься продолжал. Да, он бы выкупил такую картину. Да он бы день и ночь молил Бога, чтобы никто про то не узнал. А тут сами афиширует свое уродство и юродство. Гладят Мамонова, даже не понимая, что за подарок он им приготовил на долгие годы. Им уже никак нельзя сказать отныне, что этот фильм «Остров» – просто выдумка режиссеров, готового душу продать за Мамону. Неумные выходки артистов, трудящихся за немалую Мамону-желтолицую. За выдумку патриарх не стал бы жаловать грамотами создателей реалистической картины. Уже завизировали фильмы одобрением Кураева, Патриарха и всех прочих. Да разве кто-то так запросто посмеет понять и осветить сущность этой картины вопреки уже залакированному и засылованному талону? Фильм «Прельщение». Если бы Мамонов стал сейчас священником, то к нему бы ехали, как на остров Гурьянову Николаю. Да разве нельзя было снять фильм про Киприана и Устину? Там столько сцен с демонами, столько исцелений, да и фигура историческая, не вымышленная, как отец Арсений. Ну и далее несколько мест из священного писания, также жирным, курсивом и другим светом. Матфея 18, 27 «Государю, милосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему». Эфесянам 2, 6 «Воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Иеремия 29, 12 «И вас зовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас». Исайя 38, 17 «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». По счет особой, невообразимой артистом, лицедеем, режиссером волнуются вседневные разини и рукоплещут мусору и ссору, а кто-то дергает веревочки финансов и платит за убийство и разврат. Всем хлеба, зрелищ, непристойных танцев Сумел же дьявола липкую ободрать. Жизнь поприща с одной великой целью — жить в Боге, Библию и Его учтить, благовестить, а не сидеть по кельям, не нацеплять монашество очки. Чужую роль артисты исполняют, с собой застели библейские сюжеты, забрасывают путь к Христу камнями, покажут истинную святость очень редко. Артисты в роль вживаются успешно, талантливо себя иным изображают. Христа играет за булдыга грешник и вместо сигарет прижмет в груди скрижали. Почти повсюду сон мыско-морохов разводятся артисты как по плану, успеет не один дворец отгрохать, все ниже опуская нравственную планку. Бесстыдство стало культом артистов, меняет жён, любовниц и наложниц, заблёваны столы, повсюду грязь, нечиста, вся жизнь игра под сатанинской ложью. Возможно ли спасение лицедею? Встречались и такие в житиях. Небесный свет им проникал под темя, неизреченной верой воссияв. Они шокировали зрителей мгновенно, когда о вере Божьей возвещали. Богатым во Христе вдруг становился бедный, слепец стал зрячим, с чистыми очами. 8 декабря 2006 года. Третий вопрос. Открытым оком том 20. Вопрос 3379. В печати появилось много отзывов, и только положительных, и даже весьма восторженных от духовных лиц о фильме «Остров». Вы же сразу и в столь категоричной форме вынесли приговор этому фильму. Не изменилось ли ваше мнение о фильме от чтения этих отзывов? Ответ. Утвердилось. Я прочту несколько отзывов, в том числе и от исполнителя главной роли «Аргументы и факты», номер 5, 2007 год, страница 25. Кавычки. Настоящий вызов светскому гламуру и лоску бросил исполнитель лучшей мужской роли этого года Пётр Мамонов. Дорогому смокингу и начищенным ботинкам он предпочёл заношенный мятый свитер и грязные спортивные боты. Выйдя получать статуэтку, известную своими провокациями, артист разразился десятиминутным острым спичем, чем привёл в замешательство весь зал, кавычки. Я не понимаю, почему люди смотрят фильмы «Островы», плачут в кинотеатрах, а то, что происходит вокруг нас, никого не волнует, недоумевал Мамонов. Вы все играете, и эта ваша беспечная жизнь приведёт к тому, что мы все будем учить китайский язык. Мой внук наверняка станет подсобным рабочим на нефтяной вышке, которая будет управлять китаец. Фильм «Остров» собрал шесть орлов, получил в итоге 70 тысяч долларов, премиальных. Комсомольская правда, номер 14, 2007 год, страница 11, кавычки. Как-то я не туда попал, не моё это, начало гвинов-зал, мамонов, здесь я не могу помолиться. Меня вот перед церемонией в коридоре окружили, и дал поклонство всё это. А я вот хочу сказать, пусть Паша, режиссёр фильма «Остров» Павел Лунгин, на меня не обижается. Вот какое-то кинцо, и вся страна рыдает. Путин маленький, худенький, он разведчик. Что он может? Это мы должны что-то делать. Если так дальше дело пойдёт, будем все на китайцев работать. У них религии никогда не было никакой, а они нам покажут дисциплину. Мы каждый год убиваем 4 миллиона будущих Суворовых и Пушкиных. 4 миллиона. Даже взять за цифры, действительно, и за 20 лет перестройки, 80, и ещё 5. Ну, 100 миллионов погубили. И дальше, «Алтайская миссия», церковный, ипархиальный журнал, номер 1, 2007 год, 40-е, «Остров спасения». 22 декабря 2006 года в Барнаульской Алтайской епархии произошло знаменательное событие. Произошла встреча студенты Алтайского государства-ануниверситета. Поводом и предметом наполнения на встрече стал просмотр и обсуждение фильма Павла Лунгина «Остров». Стоит отметить, что во время просмотра только один зритель встал и ушёл из зала. После просмотра многие зрители приняли активное участие в обсуждении. Фильм, вышедший в прокат 23 ноября 2006 года, в очень короткие сроки оброс огромным количеством восторженных отзывов и стал, по некоторым оценкам, самым значительным событием не только, а может, и не столько в культурной, сколько в духовной жизни России. «Остров» не просто возвращение исконно русского искания, абсолютного в обыденном, мучительного и светлого одновременно, и даже не о реанимации русского богоискательства, он нечто гораздо большее. Теперь у нас есть первый православный фильм, именно православный, по сути, по духу, по той внезапной молитвенной исповедальной искренности, каковая делает всякое рецидейство таинством, снимая неизбежную условность игры, тем самым утверждая ее обрядовую силу, остается теплый, еле уловимый след прикосновения вечности. «Мне кажется, что Россия это некая лаборатория Бога», говорит Павел Лунгин. Мамона в откровении был, «Я вообще-то в деревне живу, умными разговорами не заморачиваясь, знаю, что мы сняли простой ясный фильм, нет в нем никакой показной глубины и задуманности». На нынешнем безумном фоне он будет смотреться, как чистенький кристаллик, маленький такой, но сверкает, мы ничего не проповедуем, никому ничего не навязываем в картине, ведь сегодня многие совершенно не на что многим опереться. Не нам, умникам, а тем простым людям, на которых все по-прежнему и держится». Показан идеал монаха, надо стремиться так жить. Сильная сторона героя в том, что он себя не прощает, даже когда узнает, что якобы убиенный им Тихон жив. Отец Александр Абрашкин. Отца Иова мы в душе осуждаем, но если бы не было такого законничества, такого уставщика, монастырь бы развалился. Больше того, по мнению некоторых священников и самим отцом Анатолия, безоглядно восхищается вредно. Так объясняет протоиерей Всеволод Чаплин. Но самый сложный для меня вопрос следующий. Фильм безапелляционно оправдывает фигуру старца-харизматика, которому позволено все обманывать, игнорировать церковные правила, давать сомнительные советы, руководствовався только своими мыслями и душевными движениями, не обращая внимания ни на что более. Герой Петра Мамонова поступает так, что мы видим добрые плоды его трудов. И то делает его положительным персонажем. Но мы знаем, что многие такие же старцы-харизматики, среди которых есть и достойнейшие люди, приносят людям явный духовный вред и зло. Я знал нескольких таких людей, которые сначала допускали вольность и потом начинали верить, что только они имеют прямой доступ к небу, тогда как все остальные заблуждаются, окончали расколом и сектантством. Поэтому хотелось бы тем, кто смотрит фильм, напомнить, что не все такого рода харизматики обязательно несут людям лишь добро, а проверяется их деятельность плодами, которыми, согласно Евангелии, должны быть любовь, мир, благотерпение, милосердие. Проверяется их деятельность с соборным разумом церкви, то есть других христиан, в том числе и церковных иерархов. Как бы то ни было, фильм очень сильный. Я думаю, что он может стать мощным миссионерским средством, в том числе и в Европе, которое сегодня нуждается в слове об истине Христовой. Я ставлю вопросы. Когда я кричал о том, что называемое ныне православием есть совершенно новая религия обрядоверия, и даже шаманство, не имеющее ни малейшего обоснования в Библии, к тому не прислушались, но это и нашло отражение в фильме. Вот то самое, к чему стремились тысячу лет на Руси. Придуманный студентом сюжет стал воплощением того, что в мозгах, что в мечтах, в целях всех архиереев и попов и считающих себя верующими православными. Это же гроб и окончательная гибель России, что Лунгин видит и мамонов не отрицает. Китае тут и быть, мусульманам здесь и царствовать. Фильм – мечта. Вот бы его воплотить наяву. Но что бы мы тогда увидели в действительности? Монастыри на островах, прозоржесть и юродствующие, народ, мыкающийся в дикой слепоте. И ни единого намека на жертву Христа, на личное уверование в искупительную жертву Спасителя. А вот фильм Иисус по Евангелию Луки от Луки ох, как попы не любят. А там один кадр стоит сотни этих островов. Создали кенсо для выпивок, для живущих под лозунгом «Грешить и не болеть». Одобрением всего фильма «Остров» открыли зеленый свет всем дуракам старчества. Теперь может начаться паломничество и массовое разочарование в новоиспеченных старцах. Принятый сюжет фильма есть не что иное, как жажда иного вида спасения, неевангельской веры, чуждого апостола благовествования. Этот фильм есть удачно экранизированная неевангельская вера, карикатура на евангельскую веру. «Будь консультантом фильма «Апостол Павел», да разве бы он сказал, что снимается то, что Христос оставил. Он бы даже и не понял, что это за вера, о чем она, где здесь Христос, где благовестие». Вот несколько мест священного писания опять привести и сравнить. Второе, Корифянам 11.4. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Галатам 1.7. «Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово филиппийцам 1.27. «Только живите достойно благовествования Христово, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Вот сколько мест писание как необходимо поверить. «Смогу ли обойтись без телефона, обрубленные связи вспоминая, когда не слись ко мне с надрывным стоном и хищники, и певщих птичек стая, как в одиночной камере засоши, и внимая лишь себе своим болячкам, вполне на схимника замшелов похожи на списанную на живодерню клящу. Уже помиланное с тысячу повторов Иисусовой молитвой кайф ловлю. Мобильно выковал монашество запоры, задраил навсегда под лодки плотный люк. Что происходит в церкви, в государстве, какие взрывы души сотрясают? Одетый в теплохладность, укутаюсь в угаре, свящи моей неизримой здесь мерцанье. Но я могу при первом же желании свой скидский образ жизни изменить, не одещать бы с дикими ослами, притягивать подобное способен лишь магнит. Талант закапываю глубже с каждым днем, и атрофируется жажда к благопействию. Кто замурованное с легкостью найдет, мхом обрастает и валун на месте. Еще не дописал свою строку, как телефон надрывно приглашает, неужто скорбью чьей пренебрегу, мол, овцы не мои в чужой отаре. Им пища требуется, жаждут подопоя, зовут помочь, там одолели волки. Мещ при бедре не обойтись без боя, все от того, что пастыря умолкли. Кто гнил за монастырскими стенами, неужто совесть их не обличала. В стране погибшая об истине стинает, ни днем не слышали, ни длинными ночами. 31 января 2007 года. И вот четвертый вопрос. Открытым оком том 20, вопрос 3382. Что бы вы сказали, если бы вам дали возможность открыто высказаться по телевидению о фильме «Остров». Ответ. Сделать ничего нельзя, но поделиться мнением можно было бы. Награду авторов создателя фильма не отнимать, но пояснить, что фильм очень хорошо отобразил мечту, ностальгию по именно такой вере, такой религии, как показано у Лунгина. Но это в фильме самая настоящая критика и извращение самой истинной евангельской веры, какую принес на землю Иисус Христос. Народ будет искать и мастера с Маргаритой, и старца Анатолия, и матрицу, и Гарри, лишь бы была жвачка подешевле и подольше хватило. И обязательно, чтобы кумир устроил жизнь без наших усилий, как бы все наладилось, и десятый брак оказался более удачным, чем предыдущие девять. И что, по любому вопросу, обращаться не к Богу, не к Святой Библии, а к любому колдуну, к дураку, вонятки на печи, чтобы только печь двигалась, и мы бы фольклором давились в прикуску с пением за Родину, за Сталина. Люди поедут по монастырям искать таких придурков, которые могут только дым пускать и маразмом дымить. И будут еще новые придурки по домам. И в этих паломничествах не столько жизнь устраивается, сколько блудят напропалую. И туда едут за этим крошем, как в санатории, совсем уж бесноватые волонтаристы до острых переживаний. Вот только одна из газет Комсомольская правда 2 февраля 2007 года страница 10-11 «Свято место больше не пусто». Кавычки. После феноменального успеха фильма «Остров» в России начались массовые поездки к православным святыням. Фильм «Остров» показан по телевидению в январе неожиданно раскачал российскую духовность. Никто не ожидал такой реакции народа на малобюджетную почти библейскую притчу о чудаковатом православном старце. И далее даются описания, маршрут и стоимость билетов 12 монастырей. И что за святыни в них? Особенно жуткая картина, когда видишь тысячи людей бредущих по кругу. Так и слышится вопль Пушкина и безжалостных гонителей. Хоть убей, следа не видно, сбились мы. Что делать нам? В поле бес нас водит видно, да кружит по сторонам. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют? Только бы не идти на проповедь, только бы не слышать глаз Христов идти на благовестие. Надежда на дикую мистику, что вот обойдут, и что-то рухнет, сдвинется. И в газете подана самая пикантная приманка. Посетив какую-то святыню, люди прикипают к ней душой, находят себе духовных отцов и наставников, и группа, как правило, сохраняет между собой дружеские связи. И потом той же группой отправляется к другим святыням. Я знаю очень много молодых людей, которые нашли в этих поездках себе мужа или жену. У меня знакомый бизнесмен, несмотря на свою молодость, не знал, куда приложить свои силы. Отправился в паломничество, повстречал будущую жену, сейчас у него пятеро детей. Кажется, что именно паломничество раскручивает маховик духовной жизни в стране, устанавливает горизонтальные связи, подпитывает монастыри. После первого показа фильма я сразу же высказал именно эту мысль, что народ очень быстро скатится к полному шаманству. Фильм заблокирует страну еще на десятки лет, доколе мусульманство окончательно не поглотит гниющий труп страны. Монастырям не поможет подпитка от блудного. Вот несколько месяцев святой Библии, как всегда. Иеревия 3.23 поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасение. Плащ 4.17 Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас. Малахи 1.10 Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благогволения к вам, говорит Господь Саваоф. И приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Иеремия 46.11 Напрасно ты будешь умножать врачевства, нет для тебя исцеления. Лицеприятие выгода своя не отмирает даже в алтарях. Приходится на вытяжку стоять в приемных гнить и попусту так зря. Так сколько же загубленных часов талантов нераскрытых на подходе закрылись от невзрачных назасов, пусть их и не было и обошлось бы вроде. Лицеприятие сгубило чудный шанс, пренебрегло по золоту одежде, а тот отвергнутый отверг бы смерть от нас, тут дверь к спасению нам не открыть как прежде. Геологи, что с многолетним стажем зря не отбросят и невзрачный камень, будь и непривлекателен, он даже не пожалеет, что с собой таскали. Слепсу любому, даже прокаженным, был у Христа за пазухой подарок, мужьям потерянным и даже подлым женам, младенцам в ясельках и запредельно старым. Косноязычным выправил язык и шли они, неся благую весть, им предстоит еще царям грозить и возводить отступников на крест. Не пренебрег и падшего меня, во тьме и мраке сгинувшего вовсе, дал жизни смысл, назря не разменял, в чем не раскаялся ни ныне и ни после. Лицеприятие скривило ум и совесть, не вызовет святую благодарность. О важности персон забудьте вовсе, прием ведите под святую запись, в любом Христа сумейте разглядеть, не будь судьей бесстрашным и бесстыжим. Господь отвергнутый к нам не заглянет впредь. Для старца Божия окажешься вдруг лишним. 31 января 2007 года. Вот такой ответ. Екатерина Тинникова. Мир вам Игнатий Тихонович. Хотела спросить, у меня есть желание попросить снова в общину, но я уже просилась и не смогла. Мне очень стыдно, потому что возложивши руку свою на плуг и озирающиеся назад неблагонадежны для царствия небесного. Мисописание знает, молодец. Луха 960 Благословите ли вы меня снова приехать? Я отвечаю да, с миром, ты нам очень дорога. Ну вот. теперь показать наши ресурсы, хотя бы кратко. Вот, я люблю мой мир. Там две странички у меня, но в одной я вот в шапке вот сюда заходить, тут можно писать, ответы давать. А где я там с голубем, это так сделали запасной. Вот наш православный форум 1600 тем и канал, видеоканал о свете Библии. 7 миллионов 303 тысячи 984 просмотра, 7 604 подписчика. Нас отнесли к средствам массовой информации. Вот сегодня священник сухой. 42. Привозят щебень, 71 за час. Посмотрели. Вот так ночью провожают гостей. Ну и проще. И во свете Библии. Вот она здесь здесь вопросы и ответы. Я беру сейчас из темы девятая война, но сегодня ничего не буду брать, потому что и так длинная уже. Ну и на этом все. Продолжение следует...